Во имя Отца и Сына и Святого Духа Сегодня, дорогие братья и сестры, воскресный день И Святая Церковь предлагает нашему вниманию Ивангельскую историю воскрешения дочери Иаира Спаситель, Господь наш Иисус Христос Совершая свою спасительную миссию Был на противоположной стороне Галилейского моря В Адаринской стране И там Господь совершил великое чудо Господь истерил бесноватого, в котором находился не один демон, а легион Известие об этом чуде Опередило Спасителя И пока Спаситель на лодке прибыл в Капернаум Все жители уже знали, что совершилось Какое чудо Господь сотворил И люди ожидали Спасителя Когда Спаситель подошел к людям, один человек от людей вышел По имени Иаир, начальник синагоги иудейской И он поклонился к ногам Спасителя И начал просить Господи, приди в мой дом Потому что у меня одна дочь И она лежит при смерти Спаситель сказал Я приду И направил свои стопы в дом Иаира Дочь Иаира была 12-летняя девочка И была при смерти Когда Спаситель шел Много людей его окружало со всех сторон Толкали его со всех сторон Теснили И одна женщина, которая страдала кровоточением Уже 12 лет И не могла быть вылечена никакими врачами Хотя она все имение свое И стратила на это Подошла сзади Спасителя И коснулась одежды Спасителя И как только она прикоснулась к одежде Спасителя Она почувствовала, что она исцелена А Спаситель остановился И спросил Кто прикоснулся ко мне? Все недоумевали Никто ничего не отвечал А апостол Петр, который был сам Такой активный, горячий Говорит Учителю Тебя Окружает столько людей Теснятся со всех сторон И ты спрашиваешь Кто к тебе прикоснулся А Спаситель говорит Ко мне некто прикоснулся Потому что я почувствовал силу Исшедшую из меня И женщина Видя, что она не может утаиться Вышла и перед всеми И рассказала Почему она Прикоснулась к краю одежды Спасителя И как она исцелилась И Спаситель сказал ей Девзай, дочь Вера твоя Спасла тебя Иди в мире И Господь еще не договорил эти слова Как пришли из дома Начальника Синога и Яира И говорят ему Не утруждай учителя Потому что дочь твоя умерла Спаситель услыхал эти слова И говорит Яиру Не бойся, только веруй И спасена будет И пошел Господь в дом Яира Когда они пришли в дом То там же собралось много людей И все плакали Ну по восточному обычаю Так всегда бывает Там даже нанимают плакальщиков Специальных Которые там причитают Так умеют это делать И все плакали И Спаситель Взял с собой Только апостолу Петра Якова и Иоанна И отца и матери девицы И вошел в дом И когда он видел Что все плачут Спаситель сказал Не плачьте Девица не умерла Но спит И начали смеяться над ним Тогда Спаситель Всех Из дома удалил Только остались апостолы И отец и мать Девицы И Господь сказал Взял за руку Мертвую И сказал Девица Встань И мертвая поднялась Дух вернулся в нее Она села И Спаситель Повелел Дать ей есть И родители Видя это Очень дивились И Спаситель Сказал им Чтобы они Никому Не рассказывали О том Что случилось Такую Евангельскую историю Сегодня предлагает Нашему вниманию Святая Православная Церковь Евангелие Это книга жизни И Церковь Заботьтесь о том Чтобы мы жили Всегда Не только на земле А чтобы мы В вечности Были в блаженстве Всегда Предлагает Нашему вниманию Во время Божественной Литургии Какое-нибудь Евангельское Чтение Какую-нибудь Евангельскую Историю Событие Чтобы мы Прочитав его Поразмыслив Получили от него Назидание Чему научает Нас сегодняшняя Евангельская История Мы видим Как Спаситель Участ нас Смирению Когда Господь Узнал Кто прикоснулся К нему И Что это была Кровоточивая Женщина То он сказал ей Вера твоя Спасла тебя Он не сказал Что я тебя исчезлил Что вера твоя Спасла тебя То есть Господь Себя Спрятал Хотя Вера Не спасает Не исчеляет Человека Вера только Открывает Душу человека Для принятия Божьей благодати Божьей силы Которую Господь Говорил Что он чувствовал Как она от него Изошла И вот Это исчеляет Человека Та божественная Благодать Которую Человек Принимает Через веру А Господь Сказал Иди Вера твоя Спасла тебя И когда Господь Воскресил Дочь Иаира То опять Запрещает Родителям Рассказывать О том Что случилось И это Господь Не делал Для того Чтобы Ну Ну просто Так Без всякой Цели И намерения Господь Научает Нас Что когда Мы Сделаем Какое-нибудь Доброе Дело То мы Не должны Об этом Трубить Мы Должны Делать Доброе Дело Так Чтобы Правая Рука Не знала Что делает Левая Так Бог Нас Научает Почему Почему Не можем Говорить Проповедовать Свои Добрые Дела Потому Что Добро Делает Бог Божия Благодать И сила Совершает Всякое Добро Через Человека Через Ангела Через Какие-то Стихии Мира Сего Делает Добро Мы Люди Являемся Только Инструментом В руке Божьей Через Которую Господь Делает Иногда Добро Если Мы Подали Милостыню То мы В данном Случае Только Инструмент Тот Хлеб Который Мы Подали Это Бог Его Нам Подарил Земля По благословению Божьему Вырастила На нам Зерно И мы Из него Приготовили Хлеб Поэтому Это Божий Дар И Через Нас Бог Дает Этот Дар Другим Людям Человек Является Орудьем Как Например Скальпель В руке Хирурга Не Скальпель Делает Операцию А Хирург С помощью Скальпеля Делает Операцию Он Может Сделать И без Скальпеля Операцию Если Художник Рисует Картину То Не Кисть Рисует А Художник С помощью Кисти Кисть Только Орудие А Сам Художник Этой Кистью Управляет И так Человек В руке Божией Это Как Инструмент Который Через Который Господь Делает Добро Поэтому Если я Говорю Что я Кому-то Подал Какую-то Милостив Что-то Сделал Если Объявляю То Я Присваиваю И Присваиваю Это Доброе Дело Себе Мы Не Говорим Что Вот Возвещаю Вам О том Что Бог Через Меня Дал Милостыню Такому-то Человеку Бог Через Меня Помог Такому-то Человеку Мне Говорят Я Сделал То Мы Крадем У Бога Заслугу За Доброе Дело Присваиваем Воим Себе Добрые Дела И Поскольку Это Грех Святотатство Забирать Себе То Что Тебе Не Принадлежит Что Принадлежит Богу То Бог Говорит Когда Делаешь Правой Рукой Добро Пусть Левая Твоя Рука Не Знает Что Делает Правая И Еще Назидательно Для нас То Что Когда Господь Воскрешал Дочь Иаира То Он Взял С собой Трех Апостолов У него Было Двенадцать Апостолов Он Взял Трех Петра Якова Иоанна Эти Апостолы Представляют С собой Три Добродетели Вера Это Петр Яков Надежда Иоанн Любов Этим Господь Показывает Что Если Мы Хотим Получить Благодать Жизни То Мы Должны Иметь В себе Веру Надежду И Любовь Мы Должны Верить В Бога Мы Должны Надеяться На Бога И Мы Должны Любить Бога Тогда Когда В Человеке Есть Эти Добродетели То Благодать Божия Входя В этого Человека Оживотворяет Его И Благословляет Его Жизнь На земле И Вводит Человека В чертоги Небесные Господь Помогает Нам Дорогие Братья И сестры Чтобы Мы В своей Жизни Все Помнили О том Что Мы Являемся Творением Божиим Что Всякое Добро Всякое Благо Которое Изливается На нас Свыше Исходит От Бога Бог Есть Источник Жизни И Бог Есть Наша Жизнь И Смысл Нашей Жизни И красота Ее Мы Об этом Должны Помнить И В своей Жизни Никогда Не отчаиваться Никаких Обстоятельствах Всегда Иметь Надежду На Бога Потому что Бог Воскрешает Мертвых И Мы Должны Любить Бога Потому что Бог Есть Любовь И Тот Кто Любит Бога Тот Становится Причастником Божественной Любви Которая Преклонила Землю Сама Сошла На Землю Приняла На себя Человеческий Образ И Возвела Человека На небеса И Которая Приготовила Для Человека Снова Вернула Человеческий Потерянный Рай Приготовила Небесные Четоги Куда Господь Всех Призывает Во Христе Иисусе Господе Нашим Которому От нас Слава Чистя Поклонение Нині Безконечные Вики Аминь Щоб Завжди Бути в курсі Подій Церковного Життя Підписуйтесь На канал Української Православної Церкви В Ютюб Та натискайте На дзвіночок Щоб Першими Дізнаватись Про Вихід Нових Відео